Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем путешествие по книге Ти-Илим. 64-й псалом у нас сегодня. Небольшой псалом, немного толкований. Есть специфика, безусловно, и она связана с водой. Написано, что этот псалом в первую очередь помогает тем, кто хочет пройти реку, пускается в морское путешествие и так далее. Вот в этом случае, чтобы спасение было и не было проблем, читают этот псалом. Вообще, суть этого псалма, можно понять в том, что мудрецы говорят, что этот псалом читал пророк Даниэль, когда был брошен в яму со львами и спасся. Ну вот, соответственно, это спасительный псалом. Читает, чтобы спастись от нападок. Это еще и молитвенное обращение к Богу с просьбой защитить от лжи, от неправды, чтобы, как бы, милосердие пробудить. Но в первую очередь, все-таки, во всех источниках, это защита от воды при путешествии по морю и воде, и еще защита от греха и от плохого влияния, которое может быть на человека. Если чувствуешь, что у тебя кто-то плохо или что-то плохо влияет, читает этот псалом. Вообще написано, что это молитва для всякого человека, попавшего в опасную ситуацию, и он должен тут же ее читать. То есть человек, попавший в опасную ситуацию, обязан читать 64-й псалом. Ну вот, пожалуй, пожалуй, все. Вархава и отслаха.